Ну всё, привет, девчонки-мальчишки! Всем привет! Всё, час настал, время пришло. Хочу сегодня серьёзно с вами поговорить по поводу сайтов знакомств и по поводу того, что мне пишут. Я, по-моему, вам уже рассказывала много раз, друзья. Мне очень много пишут в личку женщины, которые хотят найти каких-то приличных, нормальных мужчин на сайтах знакомств, на зарубежных, естественно, сайтах знакомств. Они хотят устроить свою жизнь. И вы знаете, что у многих, в общем-то, получается. Многие женщины устроили свою личную жизнь вот именно через сайты знакомств. И у меня уже было одно такое видео, вы знаете. Но, друзья, вот мне пишут девчонки и женщины молодые, и не очень молодые, очень много писем. И я уже хотела, говорила вам, что хотела рубрику эту открыть давно. Накипело, как говорится. Вы знаете, вот всем отвечать, может быть, я не успеваю сказать по правде. Да и потом, понимаете, вот иногда такие письма, друзья, ну просто, вы знаете, диву даешься на самом деле. Потому что вот когда мне начинают писать письмо женщины, женщина вот одна написала, я не буду уже, как говорится, по именам там кого-то называть или что. Ради бога, не бойтесь, это даже и речи нет. Я просто, в общем, хочу вот рассказать, какая тема идет. Вот, в основном женщины спрашивают, вот я познакомилась, вот так он мне прям сразу замечательно стал писать. Вот он мне стал писать, что я такая красивая, что он меня увидел одну единственную. И, в общем, влюбился и та-та-та. И вот он прям, понимаете, меня приглашает сразу к себе. Мы там переписались какое-то совсем короткое время, и он сразу меня к себе приглашает. И я бы согласна к нему поехать, но вот я не знаю. У меня же как-то особо денег нет, и потом там с собой какие-то деньги нужно брать, понимаете. Мало ли что случится. Вот, а он не предлагает, а я, в общем-то, согласна, и терять его не хочу. Но, друзья, я хочу вам сразу сказать, это совершенно не тот вариант, на который нужно как-то вам вот именно ориентироваться и западать. Понимаете, ну не надо вот так вот сразу. Я понимаю, конечно, что очень сложно вот сейчас находить, всё это перекручивать. Сейчас столько много скамеров, столько много фальши. Сейчас в этих сайтах появилось, в иностранных сайтах знакомств появилось очень много. Но это просто до 70% скамеров, да. Вы же знаете, что такое, кто такие скамеры. Ну, это люди, которые регистрируются на сайтах знакомств под чужими именами, распечатывают другие, чужие фотографии, каких-то приличных джентльменов, очень красивых. Если, во-первых, сразу вот такая вот красивая фотография, профессиональная, и если она даже не одна, а если их несколько сразу, это должно насторожить, потому что это чаще всего скамеры. То есть кто-то сидит за этой фотографией, абсолютно, может быть, какой-то молодняк, а сейчас, вот говорят, ещё эти скамеры развелись, это люди, которые сидят в тюрьмах и уже говорят, что им официально разрешается вот в тюрьме заниматься вот таким досугом. Вот раньше говорили, что на деньги разводят нас, таких доверчивых, простых. Мы же доверчивые, девчонки, вы же знаете, все женщины русские, которые никогда с этим не сталкивались, русскоязычные, русскоговорящие, они абсолютно не знают о этой жизни, доверяют сразу, моментально. Если им начинают лапшу, как говорится, вешать на уши, вместо того, чтобы её стряхивать, вот они, эти женщины сразу верят и сразу согласны, в общем-то, всё отдать и себя красавицу преподнести. И даже за свои деньги поехать к человеку. Это вообще, понимаете, ну, как сказать? Опять я начала, вот сбиваюсь, ё-моё. Я, то есть, хочу сказать то, что прежде всего, если вы разобрались, что это не скамер, если это не мошенник никакой, то даже, если это уже серьёзный нормальный человек, если он реальный человек, такой, как он на анкете, даже в этом случае, если он пишет вам, что вы ему нравитесь, если он вам пишет, что он хочет, чтобы встретиться, там, какие-то дальнейшие отношения, ну, так вы не бойтесь и не стесняйтесь, не спрашивайте у него деньги, а вы просто напишите, что... Ну, ты знаешь, вот как-то так получилось, что у меня очень маленькие доходы, что у меня, там, не знаю, сын или дочка, мне нужно с ними как-то вот, как-то с ними, ну, то есть, помогать им, и у меня проблемы с деньгами, и поэтому я не знаю, смогу ли я к тебе приехать, вот, если он на это никак не отреагирует, значит, ты не езжайте вы, не тратьте вы свои деньги, я вот о чём хочу сказать. Нормальный человек, если он заинтересован, ещё раз повторяю, он вам сам предложит деньги, он вам сам пришлёт, вот, сейчас это по вестерн-юниону делается элементарно, понимаете? А вот мне, я же говорю, начинаю с того, с чего начала, что женщины мне пишут, что она согласна уже ехать, только она вот боится, а вдруг она приедет, а вот вдруг там он её не встретит или ещё что-то, да, конечно, как так можно ехать? Надо знать, если человек вам заплатил деньги, значит, у него действительно серьёзные намерения, если он вам оплатил ваш... Если он вам рассказывает, что он потом оплатит, когда вы приедете, он вам и вернёт все деньги, это тоже туфта. Даже не думайте, друзья. Вот сейчас вот, кстати, сейчас поюшу, найду вам про скамеров, ещё раз расскажу. Ну вот, кстати, нашла... Ну, вы знаете, сейчас ведь это нисколько... Жалко, я нашла до этого очень какую-то интересную статью про скамеров, прям там, как их сразу можно с первого... просто с первой фотографии, из первых слов понять, что это скамер. Но тут, видите, если вы даже в любом гугле или в Яндексе, в любой поисковой системе напишите, кто такие скамеры, осторожно скамеры, то вам выйдет тут моментально, как они вычисляются, кто это такие. Но тут, знаете, даже вот некоторые пишут, что скамеры разводят на деньги. Вот они просят у вас деньги, что у них мама заболела, что тётя заболела. Но сейчас же это уже, понимаете, ничего абсолютно не прокатывает. Я-то что хочу вам сказать, что сейчас новые развились с камерой, которые по тюрьмам сидят и которым делать нечего, и они вам напишут. Привет! Привет, моя дорогая! С удивлением и радостью обнаружил на этом сайте такую очаровательную, великолепную, замечательную девушку, женщину, как ты. Твоя обворожительная красота сразу меня покорила. Нам обязательно нужно познакомиться. Напиши мне свой телефон, и так будет гораздо проще нам встретиться. Я очень жду, надеюсь на встречу. У меня очень серьёзное намерение. Понимаете? То есть, если вот такое вот вам прям сразу первое письмо пишут, но это 90% что это скамер. Понимаете? Вот нормальные мужчины, они пишут, ну просто сначала обычное письмо. Вот насколько я знаю, например, англичане, они вообще очень сухо пишут, если он нормальный, реальный, там у вас на другом конце провода, как говорится, он напишет просто Hello, там Hello, Маша, How are you? How are you doing? What are you doing today? Или там Very nice weather, what are you doing this nice day? То есть, понимаете, там вот очень хорошая погода, как ты сегодня себя чувствуешь. Вот такой вот фразой начинается, если это никакой не разводило и никакой не скамер. Понимаете? Если начинается вот такое с самого начала, что там ты меня покорила и я такой тра-та-та, это сразу понятно, что это не настоящий человек. Вот хочу еще раз много-много-много-много говорю, но хочу зафиксировать, еще раз обратить ваше внимание. Самое главное, что сейчас вот отделить зерна от плевел, как я говорю, ну вот скамеров отделить от настоящего человека. А уже потом мы с вами будем дальше, я вам постараюсь дальше рассказать степ-бай-степ, как говорится, шаг за шагом. Если уже действительно вы познакомились с человеком реальным, вот который там, то тогда как дальше? Дальше вы должны спросить у него. Ну вот начинается переписка. Вы там постепенно разузнавайте про него. А с кем ты живешь? А какой у тебя материальный статус? А какой, ну допустим, ладно, может быть, про материальный статус там они не любят, когда вы спрашиваете. Ну хотя бы скажи, ты женат, ты разведен, ты сипарат, что ты? Значит, дальше, какая у тебя работа? А что тебе больше всего нравится? Какие хобби у тебя? Чем ты увлекаешься? А вот любишь ли ты животных? А какую ты пищу предпочитаешь? Ты готовишь себе сам? Вот такие вопросы вот постепенно, постепенно, и вы тогда уже почувствуете, как человек, хочет ли он отвечать? Он заинтересован в вашей дальнейшей, как бы вот этой вот, в чате в этом, заинтересован ли он в вашей переписке? Или это вот так, понимаете, мимолетно, он там что-то написал, и вы ему не понравились. Вот некоторые сразу пишут, что у тебя, если плохой английский, то я не хочу с тобой тратить время, пока ты выучишь свой английский, вот тогда ты приходи. Ну, с такими веселыми ребятами так, конечно, каши мы не сварим, и поэтому от них-то как бы держитесь подальше. А если человек напишет, что он, ты, да, там постепенно, опять же, что, ну, для меня это не проблема, я могу помочь с русским языком, я могу тебе помочь с визой, если тебе хочется приехать ко мне, или давай встретимся на нейтральной территории, вот понимаете, но когда мне вот, вот не одна уже женщина, а вот уже, по-моему, у меня 4, так писем, или 5, что ли, вот, это я даже не знаю, судя по тому, что мне рассказывают, что мне пишут, то это по мне, так это сразу явно скамер, ну, то есть, фальшивый какой-то мужчина в тюрьме сидит, и ему вот интересно, он даже на деньги не разводит, ему просто интересно общаться, потому что там у них общение, книжки, телевизор, а здесь с живым человеком, какие-то эмоции, понимаете, им этого не достает, и вот сейчас вот это очень, самое интересное, что даже вот эти вот, которые сидят в тюрьме, господи, я ничего плохого про них сказать не могу, но это же совсем не наш вариант, вы же понимаете, поэтому им надо просто время провести, которого у них достаточно, а нам-то совсем другое с вами надо, поэтому надо отделять, может быть, там и замечательный этот человек, который сидит в тюрьме, господи, дай бог ему здоровья, но когда там что, и вообще будет ли оно, ему просто на сейчас интересно с вами пообщаться, даже деньги не нужны ваши, и самое интересное, что вот у меня одна знакомая, она вот так попала на этого вот, скамера, который именно сидел в тюрьме, и они больше месяца переписывались, и самое интересное, что он спросил у нее, где ты живешь, какой у тебя адрес, и она ему написала адрес, она живет здесь в Англии, не побоялась адрес написать, и вы представляете, он ей даже прислал цветы, вот этим наручным платежом, вдруг она говорит, мне звонят, я открываю вот такой букет еще цветов от него, то есть представляете, вот даже так, но она там вообще, она обрадовалась, она запала, тут ты что, такой мужчина, прям цветы привез, подарил, вернее, ну, переслал, а потом оказалось, когда она его попросила на скайп выйти, он там начал отнекиваться, то не могу, там не хочу, не могу, а зачем тебе на скайп, та-та-та, и получилось в конце концов, что это скамер у нее, даже цветы прислал, ну, тут уж понимаете, если вы хотите так растрачивать свою душу, вот, свои какие-то эмоции, вот на такую, пустопорожную болтовню, вот, то, как говорится, пожалуйста, я хочу просто вашу цуберечь, самое главное, даже эти скамеры теперь, они появляются, ну, во-первых, на зарубежных, конечно, сайтах знакомств, это естественно, потому что там все больше сейчас наши женщины хотят попасть за границу, вот, и даже они на платных сайтах, потому что у них там в тюрьме, денежки-то есть, какие-никакие, ну, вот у них денежки есть, и они готовы заплатить там те же 50 долларов, я не знаю, за месяц, или, может быть, там за несколько месяцев, ну, не так уж и много там, скажем, да, но зато какое удовольствие разводить молодых женщин, да и не молодых, всяких разных, простых, незамысловатых наших товарок, которые не знают, ну, не знаю, друзья, может быть, я, конечно, это все рассказываю, может быть, это уже все всем понятно, ясно, но для меня, вот, те письма, которые мне шлют, они меня просто привели в такое замешательство, что я прям вот, я прям стучу и звоню, и в колокола вам, вот прям в колокола звоню, чтобы вы не попались вот на эту удочку, вот сейчас вот давайте вот закончим, я уже тут что-то наболтала, наболтала очень много, просто хочу сказать, что я обязательно вам постараюсь объяснить и рассказать, как писать, какие вопросы задавать, как себя вести, что там, если вдруг у вас на самом деле наклюнется что-то серьезное, как потом дальше степ-бай-степ, его не спугнуть, как говорится, но тут уже будем дальше разговаривать, я буду вам по порядочку все это рассказывать, а сегодня единственное хочу сказать, друзья, что не надо вот так вот сразу верить и доверять всем подряд, ну, давайте будем немножко реалистами, как можно влюбиться, я не знаю, сразу с фотографии, он вас не знал, он вас знать не знает, он только увидел вашу фотографию, и ему сколько там лет, я не знаю, уже, наверное, за 30, а то и за 40, и он прям сразу прям полюбил, увидел ваши глаза, вашу улыбку, и он вас полюбил, но это ясно, что это развод, полный развод, поэтому, друзья, осторожно, это я вас предупреждаю, будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны, и мы с вами потихонечку, потихонечку, потихонечку будем двигаться дальше, а я вас вот всегда жду, на своем канале, и в общем-то, я вам обещаю эту тему, сейчас обязательно, а то я что-то прям разленилась, я говорю, там гуляю, там гуляю, а потом, я же не тунеядка, тут меня многие уже и в тунеядке записали, но я не тунеядка, я как пчелка тружусь, у меня еще две работы, представляете, но я и вас все-таки тоже не брошу, друзья, но я уж, коль скоро обещала, то я так вот и сделаю, а потом, видите же, вот я опять сделала для вас селфи-видео, потому что вы говорите, вам не интересно смотреть, когда вы меня не видите на экране, ну вот, вот сейчас-то уж, наверное, насмотрелись, насмотрелись на меня красавицу, вот такая, да, только пожалуйста еще, пус-пус, я пус-пус, пожалуйста, ну не пишите вы мне, про мою внешность, что я не так накрасила глаза, что я, волосы у меня не так, вот не тем цветом, блондинки уже нельзя пошли 60, да вы, посмотрите, я же вся натуральная, я же, у меня же ничто нигде, у меня все натурально, да это же, кто же, я же, разве мне 60 же даже, никогда же не даже 60, я же молодая девушка, ну, и что вы хотите, чтобы я перекрасилась в черный цвет, или какой, не надо, друзья, я могу вам сама кучу советов надавать, по поводу своей внешности, и вашей внешности, пожалуйста, пришлите мне ваши фотографии, мне может тоже что-нибудь там не понравится, или я увижу вас, зубники, вот видите, вот я начинаю опять, что-то вредничать, что-то меня несет, сразу опять не туда, вот что-то, потому что хочу от души к вам, все для вас, понимаете, друзья мои, и руки красивые, видите, маникюра нет, но ничего, и так хорошо, зато, вот видите, у меня кофточка какая, такая модненькая, видите, вот такая, модненькая, красивая, такая, вот такая я хорошая, поэтому, пожалуйста, уж, смотрите зеркальце на себя, рисуйте глазки, как вам нравится, и причесочку себе, как вам нравится, а меня, пожалуйста, не надо критиковать и советовать мне, каким цветом мне красить мои волосы, хорошо? Не обижайтесь, но вот я вам говорю то, что есть на самом деле, все, друзья, встретимся в следующий раз, я вам расскажу дальше про мужчин, и как нам дальше действовать, чтобы нам всем, кто желает, кто хочет, найти прекрасного мужчины, пока-пока-пока!